Женщин в возрасте 50+. Как готовить и приготовить кофе в турке с пенкой для здоровых подростков? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. А автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как варить и заварить кофе в турке с пенкой для здоровья подростков и людей в возрасте 50+. Правильно! Ваш выбор определяет конечный результат. И что нужно для этого? Нам нужно кофе, турка, один секретный ингредиент и, конечно же, вода определенного состава. Каждый компонент имеет огромное значение. И вы можете получить разный результат для вашего здоровья. Или для здоровья ваших родственников. Итак, первые этапы я пройду максимально быстро. Ну а дальше объясню, что я делал и почему. Итак, берем турку, кофе. Примерно моих полторы ложки. Этого достаточно. Кофе нужно обязательно закрыть, он боится воздуха. Дальше ставлю на огонь. Потом объясню, почему. У меня такое видео есть. Как готовить и приготовить кофе в турке с пенкой для здоровья. Для здоровых мужчин и женщин. Правильно! Вы его можете найти. Там я подробно объясняю, почему это нужно делать. Здесь объяснять особо не буду. Кофе нужно оживить. Оживляет его огонь. Поэтому немножечко подогреть кофе нужно. Огонь я отрегулировал до записи. Поставил минимальный огонь, который только может быть. Это тоже имеет огромное значение. Если вы завариваете кофе в турке в домашних условиях. Ну, думаю, что дно уже прогрелось. Кофе оживилось. Заливаю правильно подготовленную воду. Зашипело. Видите пар? То есть кофе у нас был оживлен правильно. И дальше пока у меня будет завариваться кофе. Я вам объясню, что и почему. Первое. Что здесь? Очень важный элемент находится в этой банке. Правильно выбрать кофе для подростков и людей возрасте 50+. Я бы сказал, что не просто важно. Жизненно важно. Если в первом видео, где я рассказывал, как заварить кофе для молодых мужчин и женщин или мужчин и женщин среднего возраста, там не имело большого значения выбор кофе. Выбор кофе определял вкус. Выберите вы арабику, выберите робусту, выберите любой в любой пропорции купаж из них. Это дело вкуса. Уровень здоровья позволял. То здесь очень важно. Если для подростков нужно обязательно выбрать кофе сорта арабика. У подростков обмен веществ идет достаточно интенсивно. Им слишком активно его стимулировать не нужно. Разве что вы хотите познакомить вашего подростка с психологом. Слишком мощная, слишком активная работа мозга может создать вам неприятные сюрпризы в вашей жизни. Поэтому я бы не советовал подросткам давать робусту. Арабики вполне достаточно. В пять раз меньше кофеина. Иными словами, если вы хотите заварить робусту в джезве или в турке, то нужно в пять раз меньше брать кофе. Чтобы получить аналогичную дозу кофеина. Что касается людей в возрасте 50+. Ну, здоровые люди, я бы сказал, в этом возрасте условно здоровые. И выбор кофе может определить уровень здоровья, либо нездоровья. Недавно в Киеве в октябре 2017 года проходил марафон. Один мужчина в возрасте 50+. Решил впервые в жизни пробежать 10 километров. Забиар оказался последним в жизни. Он реального состояния своей сердечно-сосудистой системы не знал. И сердце не выдержал. Что может произойти, если вы неправильно выберете кофе для людей в возрасте 50+. Особенно это относится к мужчинам. Частота инфарктов у мужчин в возрасте в диапазоне от 20 до 50 лет увеличивается в 100 раз. Иными словами, в возрасте 50+, перебор с кофеином может создать сердцу не самые простые условия. Поэтому я бы сказал, что для мужчин в возрасте 50+, здесь должна быть арабика. Как и для женщин. Им избыток кофеина также не очень нужен. И это принципиальное условие. Далее. Помол. Помол я бы сказал, либо средний, либо крупный. Когда заваривает бариста кофе в турке, в специфических условиях, вода согревается быстро. И там достаточно мелкого помола, чтобы извлечь максимальное количество полива. Полезных веществ за короткое время. Если вы завариваете в турке, а я советую заваривать 10-12 минут. Помол должен быть средним, либо крупным. Это принципиальное значение. Огонь, я уже сказал, минимальный. Вам не воду закипятить нужно в турке. А кофе заварить. Это разные вещи. Потому что, чтобы максимум полезных веществ извлечь, огонь должен быть минимальным. Он должен прогревать в большей степени дно посуды. Тогда кипение будет правильней. Вода. Огромное значение имеет выбор воды и фильтра для воды. Фильтр должен удалять из воды пестициды, терпициды, соли тяжелых металлов, канцерогены, которые не редкость в современной воде. Возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций. По умолчанию. Поэтому я воду готовил перед употреблением. Когда-нибудь я в этом тоже видео напишу. Очень важно удалять металлы. Если трубы металлические. Даже в вашем доме, если трубы пластиковые, то до вашего жилища, скорее всего, трубы на улице лежат все-таки металлические. А там может быть либо железо, либо цинк, либо медь. Не имеет значения, какой металл находится. Все они не самые простые. И если они попадут с водой в кофе, то кофе будет не самым здоровым. Очень важно относиться правильно к солям жесткости. Не нужно готовить воду, вернее кофе на супер жесткой воде. Но! И на дистиллированной воде, либо очищенной солей жесткости готовить не нужно. В кофе есть опасный элемент. Называется щавелевая кислота. И ей лучше остаться в напитке в нерастворенном виде. Я имею в виду, в воде должны остаться соли, кальция и магния. В этом случае щавелевая кислота образует оксалаты кальция и оксалаты магния. Они плохо растворимы в воде. Иными словами, они пройдут транзитом пищеварительную систему человека. И в данном случае щавелевая кислота для вас безопасна. Если солей кальция и магния не окажется, то из солей жесткости вы от них избавились. Щавелевая кислота не будет нейтрализована. И возникнет проблема. У вас из вашего организма потеряется и кальций, и магний. Кальций — это опорно-двеятельный аппарат. Магний — это еще и нервная система. Иными словами, некоторые не самые приятные события в вашей жизни могут сопровождаться, если вы неправильно готовите кофе. Очень важный момент подошел. Ингредиент, который здесь есть, он должен попасть в процессе приготовления. И время как раз самое. Ну, это обычный сахар. Количество небольшое. Даже больной сахарным диабетом может себе позволить такое количество сахара. Для чего оно нужно? Для того, чтобы увеличить растворимость тех полезных веществ, которые вышли в горячую воду. И дальше они в вашем организме могут не усвоиться. В турке сейчас около 100 градусов, а в организме максимум 40. Часть веществ может выпасть в осадок, и вы их просто не получите для вашего обмена веществ. А это очень важно и подросткам. Они продолжают расти. И очень важно людям в возрасте 50+. Когда ослаблена работа пищеварительной системы. И очень сложно взять все полезные вещества из других продуктов питания. С помощью сахара и с кофе вы получите максимум полезных веществ для вашего здоровья. И это важно. Молоко. Нужно или не нужно? В данном случае молоко, сливки, сливочное масло могут попасть, но ни в коем случае не при обжаривании зерен. И возможны разные варианты. Сейчас не буду на этом делать акцент. Я со временем напишу видео, как приготовить кофе с молоком правильно. И вы узнаете, там есть определенные нюансы, какое молоко может попасть в турку или после приготовления. Это имеет огромное значение. Зависит от того, с каким врачом, с какой специальностью вы хотите познакомиться. С валиологом, онкологом, ортопедом, травматологом. Я тороплюсь, потому что вижу, что кофе где-то уже на подходе. И тут еще какие нюансы могут быть. Имеет огромное значение как пить кофе. Не нужно пить кофе большими глотками. Лучше растянуть удовольствие. Пробовать этот достаточно интересный, вкусный напиток. Но нужно пить кофе правильно. Если вы не избавились от щавелевой кислоты с помощью правильной воды, щавелевая кислота будет связываться с кальцием в полости рта. Иными словами, вашему любимому стоматологу добавится немножечко работы. В плане борьбы с кариесом. Который легко обострится, если вы неправильно приготовили кофе. Кофе нужно пить правильно. Кофе должен контактировать с языком. Где находятся вкусовые рецепторы на зубах вкусовых рецепторов нет. Поэтому в данном случае зубы лучше не обрабатывать. Кофе не должен контактировать с зубами. Иначе вы их просто потеряете. Особенно, если вы любитель освежать впечатление. и после глоточка кофе ополаскиваете рот холодной водой. Да! Рецепторы языка вы таким образом промоете. И следующая порция кофе будет вкусной и ароматной. Но! Зубная эмаль от этого пострадает еще в большей степени. И вашему стоматологу будет приятно с вами лишний раз встретиться. и помочь вам исправить ваши не самые лучшие знания в области приготовления кофе. Прекрасный ароматный напиток. И его нужно просто правильно готовить. Кстати, напомню, что продукт используется полностью. Вы пьете кофе как кофе. Получаете удовольствие. Получаете определенные результаты по своему здоровью. Скраб можно приготовить из кофейной гущи. Наберите в интернете как приготовить скраб из кофейной гущи. И увидите одно из моих видео, которое посвятил этому вопросу. Скраб очень хороший получается. Но! Опять-таки многое определяет состав. Рабика, Робуста, либо Купаж этих двух видов зерен. Видов кофе. Ну! Кофе мой практически полностью подошел. Сейчас вы увидите пенку. Я уже вижу как она поднимается. И это самое оно! Кофе в турке с пенкой для здоровья подростков и людей возрасте 50 плюс готов. И я на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать. И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк. А я употреблю этот волшебный правильно приготовленный напиток. И подумаю как лучше написать следующее видео и опубликовать на моем канале. А как я уже сказал одно из следующих видео в серии как приготовить кофе правильно будет либо как приготовить кофе в термосе и чашке либо как приготовить кофе с молоком либо очень важное видео как правильно приготовить кофе с лимоном реально многие совершают ошибки и часть расплачивается за это жизнью. Поэтому чтобы вы не совершали ошибок не забудьте подписаться на мой канал и это видео вы увидите одним из первых и будете владеть информацией. а кто владеет информацией тот владеет миром. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч на моих каналах доктор Скачко и школа доктор Скачко